Гомельская областная организация Республиканского объединения «Асвот» рыхтуется до нового купального сезона. Причем, разговор идет не только об добропарадковании территорий, а и створение умов для культурного отпочинка. Наши корреспонденты наведали Кормянскую выритовальную станцию. Размещанное на ускрайку кормы в озеро Гомельская областная организация Республиканского объединения «Асвот» отримала у аренду в 1999 году. Отповедное решение тогда приняли депутаты районного совета. В развод сюда привезли первую парту ручной рыбы – карп, таустолобик, белый амур. А по спеховости такой деятельности можно мерковать по таких фактах. Летость у озера выловили таустолобика вагой 24 килограмма и 16-килограммового карпа. На этом тыдне сюда привезли еще 100 килограммов рыбы. З уликом того, что это озеро находится у аренде «Асвота», ловля тут не обмяжовывается николе. За выключением одного, на один талон, який для жахаров кормы и членов организации каштают 4 рубли, для всех остальных 8. Можно зловить не больше, как 5 килограммов рыбы. Постоянно проходит зарыбление данного водоема различными видами рыбы. Белый амур, карп, таустолобик. Рыба в этом водоеме водится практически та, что представлена во всех реках и озерах Республики Беларусь. Зарыбление проводится за счет средств освода, покупается корм. Створение умов для культурного отпочинку – одна из головных задач областного освода. С этой нагоды на березе озера створили детячих городок. С уликом того, что побач постоянно находятся воротовальники и меды, эта махчима – самое беспечное у корме место. Еще одна локация – так званая «зеленая зона», которая призначена для отпочинку дорослых. Послуга корыстается великой популярностью. Сами воротовальники называют еще несколько плюсов. По-первых, при необходности махчимость оказания допомоги воротовальниками. По-другому, при таким отпочинку природе не наносится никакой шкоды. В «зеленой зоне» можно переночевать, поставить палаточки. Тоже круглосуточное дежурство организовано здесь на спасательной станции. Люди под присмотром, есть освещение. Можно приготовить спойманные рыбки и ушицу. Если у кого-то есть возможность взять с собой мясо, замариновать, можно приготовить шашлыка в безопасных условиях, не нарушая противопожарную безопасность. То есть все для людей, все для отдыха. Алексин Цыров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадио «Компания Гомель».